от его лучших результатов, поэтому заканчивает он соревнование с результатом 2 метра 20 сантиметров. Уже переносимся мы на отметку 2,28 в прыжке в высоту, а у девушек второй забег. Финальный забег. Здесь все по результатам. Итак, Надежда Котлерова по шестой дорожке. Екатерина Ренжина по пятой дорожке. Полина Миллер. Четвертая дорожка. Юлия Кузнецова по третьей дорожке. И Анастасия Беднова по второй дорожке. По первой никого нет. Итак, лучший результат лично, естественно, среди всех участниц этого забега у, конечно, Кати Ренжиной 52,08. В этом году еще девчонки не обижали. В этом сезоне показали результат только Анастасия Беднова 54,99 и 54,36 у Юлии Кузнецовой. Ни Ренжина, ни Миллер, ни Котлерова пока еще предварительных результатов в этом сезоне не имеют. Ну вот пора. Пришло время их, собственно говоря, и показать. Итак, дан старт. Довольно активно стартовала Катя Ренжина. Сейчас он приближается как раз к Наде Котлеровой. Пытается ее обогнать. И первый, судя по всему, наметилась на бровку. Да. Итак, Екатерина Ренжина захватывает лидерство в этом забеге. Пока хороший, легкий бег. Надежда Котлерова держится на второй позиции. И сейчас будет на финише пытаться атаковать Катю. Хотя сложно, наверное, это будет сделать. Очень легко финиширует. Очень легко финиширует Екатерина Ренжина. И показывает, конечно же, лучший результат. О, 52,50. 52,50. Очень хороший результат она показывает. Но, собственно говоря, это и точка отчета для нее в этом сезоне. Вы знаете, она становится победительницей этого забега. И победительницей русской зимы. И с очень хорошими достижениями подходит к российскому чемпионату. Так вот, еще пару недель. Результат может быть значительно выше. Молодец. Хорошо, легко, уверенно. Кстати говоря, вот я даже по этому бегу вижу, даже за у Кати, запас. Вполне, вполне. Она может еще скинуть с этого результата. Где-то 52,25,30. Она сегодня уже могла бежать. Легкий очень бег. Поддерживают хорошо зрители. Итак, победительница наших соревнований Екатерина Ренжина. 52,50. Молодец. Ну что ж, мои друзья, и мы сейчас вновь возвращаемся на беговые нарушения. Итак, 52,52 выигрывает Ренжина. У Надежды Котлерова 52,52. Продолжение следует.